Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительно массовое и абсолютно любое вязание машинке с нуля. Сегодня я хочу вам показать вариацию вязания ажурной сетки. Ажурных сеточек бывает очень много, они бывают сложные, бывают очень простые. Сегодня у нас вот такая вот интересная сетка пересадками. Она плотная, все столбики не расходятся. Для того, чтобы так связать, есть небольшой секрет, сейчас я вам покажу, как вяжется такая сетка. Вязать мы будем из вязальных ниток ромашка, 100% хлопок, предоставленный нам по НК Мникирова для тестирования. Вяжется легко, мягко, но учитывая, что это хлопок, все-таки не эластичная нить, делать множество пересадок сложновато. То есть такие вещи легче вязать на более объемных и эластичных нитках, но хлопок тоже очень легко подходит для вязания. Главное не делать очень тугую плотность. Вязать рыхленько и тогда без проблем вяжется хлопок, потому что такие сетки в основном используются для летних вещей. Хлопок для летних вещей идеален. Узор выполняется на одной фантуре, принцип выполнения одинаков на всех машинках. С ручной прокладкой, с нитеводом, не важно. Разбор игл 2 через 2. То есть можно воспользоваться линейкой 2 через 2 для начального разбора. И в работе стоят иглы 2 стоят в работе, 2 в заднем положении, 2 в работе, 2 в заднем положении. Таков первоначальный разбор. Далее мы провязываем, я по рисунку провязываю 6 рядов, увидите какой получается эффект. Можно больше, можно меньше, эффект будет немножко разный. Смотрите, это зависит от толщины нити. Если нитка толстая, можно подлиннее. Если тоненькая, не 6 рядов, а 4-5. Мне 6 рядов нравится. Итак, провязываю 2 иглы через 2, 6 рядов. И теперь нам надо выполнить этот плотный переходной край. Если я просто пересажу иголку петли на соседние иглы на яичную в заднюю, у меня переход будет очень невнятный. То есть не будет жесткой привязки. Вот такой будет очень размазанный, расплысчатый. Это нехорошо. Поэтому сейчас мы сделаем жесткий переход петель. Для этого я ставлю в рабочее положение все иглы. Но у меня машинка лучше забирает иглы в переднее положение. Поэтому я ставлю в переднее положение все, все, все иголки. Только потому, что машинка так легче. Если у вас машинка с ручной прокладкой, ставьте в рабочее положение весь ряд. И провяжите 2 ряда на всех-всех иглах. У нас провязано на всех иглах. Только на тех иглах, которые стали в заднем положении, получилось 2 накида. 2 иглы рядом провязать не могут петли. Но нам это не нужно. Нам нужно 1 накид и 2 мы сейчас будем закрывать. Для этого берем одноигольный декер и пересаживаем петли. Видите, 2 петли, которые у нас были в работе. И 2 пустышки. Так вот, петли, которые у нас работали, пересаживаем на соседние. То есть мы формируем тоже расклад игл, только в шахматном порядке. Те петли, которые у нас, те иглы, которые работали, будут отдыхать. И вот таким же образом мы с вами выполняем шахматное перераспределение. Видите, у нас здесь узор идет как шахматка. Работают, не работают. То же самое мы с вами выполняем. Но за счет вот такой жесткой пересадки у нас рисунок не сдвинется никогда. Вот эти петли уже привязаны жестко. Никогда вот такого размазанного рисунка не получится. Он будет уже очень четкий и держать форму хорошо. Одни язычки и пересадим. Можно провязать 3 ряда. Будет немножко более насыщенный. Вот это место перехода. Но мне и такой вариант тоже нравится, потому что он просто такой тоненький и аккуратненький переход. Если провязать 3-4 ряда, вид будет немножко другой. Попробуйте. Количество рядов основной части и количество рядов перехода. Мы провязываем 2 ряда, можно провязать 3 ряда. Это еще зависит от нитки и от того вида, который вы хотите получить в итоге. Попробуйте и посмотрите, какой вариант вам больше нравится. Я сейчас вяжу из нитки ромашка. Это хлопок, поэтому он не очень эластичен. Пересадки на хлопки могут выполняться немножко жестковатой, потому что нитка не эластична. Все-таки это хлопок чистый. Если нитка полушерстяная или акриловая, в общем какая-нибудь объемная и эластичная, на ней такой рисунок будет смотреться немножко по-другому. Опять же, будет легче делать пересадки, не будет никакого натяжения излишнего. Как на хлопки, на линии, вот такой летний узор. Конечно, выполнять его лучше из нежных тонких ниточек. Вот таким вот образом мы его и выполняем. То есть пересадили с рабочих игл на нерабочие. Получилось, видите, здесь пробел. То есть у нас расклад получается тот же самый. Две работают, две не работают. Те иглы, которые мы с вами освободили, идут в заднее положение. Те иглы, на которых мы с вами навесили петли, будут работать. Провязываем 6 рядов и выполняем эту же операцию. 6 рядов провязали 2 через 2. Выставили в работу все-все-все иголки. 2 ряда. И поменяли местами работающие и неработающие петли. Пересадили 6 рядов. 6 рядов. Ставим в рабочее положение все иглы. На всех иглах 2 ряда. И делаем перенос петель, которые у нас сработали на соседние иголки, которые стояли в заднем положении. И таким образом продолжайте рисунок нужное количество рядов. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Обязательно заходите в магазин «Невская рукодельница», который продает пряжу ПНК имени Кирова, вязальный хлопок. Там вы найдете огромный выбор вязальных нитей любой палитры. Ваша Наталья Некрасова Далее Продолжение следует...